Счастливчики В регионе 57%, в южном 51%, в восточном 55%. Единственным регионом, где большинство жителей ответили, что преимущественно или совсем не были счастливы в уходящем году, это Донбасс. Так называемых счастливчиков оказалось только 27%, несчастливых 64%. А вот в чем все регионы оказались солидарными, так это в уверенности или надежде, что следующий год будет лучше, чем нынешний. Своими прогнозами на 2018 год сегодня поделится политолог, кандидат в философских науках Александра Решмидилова. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Сагин. Итак, давайте разберем ощущение счастья у украинцев в 2018 году, от чего это будет зависеть. 2017 год можно в принципе назвать годом реформ, так или иначе. Медицинская, помогайте мне образовательная. Образовательная, судебная, земельная и ряд других. Земельная еще не было. Ну, она идет в процессе, знаете, как вам сказал бы Владимир Борисович, в процессе. В процессе. Поэтому... Пример-министр Владимир Гройск. Конечно, конечно. На сегодняшний день можно говорить о том, что если вы отталкивались как раз от этого опроса от центра Разумкова, там были другие вопросы, насколько поддерживают реформы украинцы. Как раз неожиданно, но оказалось, что большинство негативно относится к проведенным реформам. С чем это связано? Это связано с тем, что люди чувствуют это на собственном кошельке, эмоциональном состоянии и прочих моментах. Поэтому кто-то чувствует себя счастливым, а кто-то, допустим, связывает свои проблемы в жизни именно непосредственно с курсом. Ну, реформы только начались. И у нас просто к реформам, в принципе, к этому слову в Украине относится... К критически относятся. Да, потому что все помнят прекрасно 90-е годы, когда это слово использовалось всеми политиками, политиканами в том числе, направо и налево, да, когда употребляли, вот, реформировали, нужны реформы и так далее, то просто сейчас уже негативная эмоциональная окраска. Ну, вспомните восточное пожелание, не дай бог тебе жить во времена перемен. Вот это времена перемен или такое реформирование всегда очень остро переносится обществом, чаще всего негативно, потому что, знаете, любые перемены, которые вносятся, они ведь приводят к тому, что нужно что-то менять, подстраивать, узнавать. Естественно. Вот, и поэтому люди обычно... Вы сейчас как кандидат философских наук больше рассуждаете, да? Ну, на самом деле, 18-й год, конечно, знаете, все хотят, понимаете, как бы, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Вот как, чего нам ожидать от Нового года, потому что особенно всегда это экономические показатели, в большинстве своем они, конечно, являются ключевыми. Следующий год, он очень важен, потому что у нас большие выплаты по внешним займам и нагрузка на бюджет. Опять, вы же видели, что в этом году принимался бюджет не под елку, а, скажем так, в более спокойной обстановке. Но от этого не меняется ситуация, что часть проблем перекочевали в Новый год и будут уже, опять-таки, напоминать о себе. А часть будет меняться, потому что, в целом, одна из основных нагрузок – это, конечно, внешнее заимствование. Важный вопрос. Выплаты по внешним займам. При этом социальную составляющую отбрасывать нельзя. Тот же премьер-министр Владимир Гройсман, да и, в принципе, правительство. И нынешняя власть понимает, что если не повышать соцстандарты, а это запланировано, то, соответственно, тут появляется вопрос уже в 2019 году, когда запланированы у нас выборы. Не досрочные, а плановые выборы. И в Верховную Раду, и выборы президента. Поэтому власть должна понимать, что, с одной стороны, есть выплаты по внешним займам, с другой стороны, нельзя оставлять население без увеличения социальных стандартов. Повышение пенсии, повышение зарплат – это то, что говорят правительства. Ну, они так говорят, потому что они всячески пытаются действительно выстроить работу со своим потенциальным электоратом максимально, чтобы рассчитывать на какие-то группы населения, которые должны им прогнозируемо давать поддержку. В целом, можно говорить, что мы начали с социологии, вспомнили о выборах. Всегда лучше социология – это как раз избирательный процесс. Вот напомню, что у нас на выходных был избирательный процесс в ОТГ. Очередной. Очередной, да, их несколько уже было. Избирательный процесс, объединенный. И вот на них можно как раз смотреть динамику, что люди поддерживают, на кого они ориентируются. В целом, можно говорить, что есть запрос на новые политические силы, потому что в тройке лидеров есть, помимо провластных сил и сил БПП, Батькивщина и аграрная партия, которые входят достаточно уверенно и набирают поддержку уже, скажем так, в несколько этапов. То есть такая нарастающая поддержка. Я думаю, что эта тенденция, если ее увеличить от территориальных громад в национальный масштаб, то есть если бы мы, допустим, переводили, как бы это могло бы быть, если бы избирательный процесс начинался уже или стартовал, то я думаю, что такая тенденция усиливалась бы. Вы непосредственно связываете ОТГ со всеукраинскими выборами? Ну, конечно, потому что всегда можно смотреть и в технологическом плане. Смотрите, там где аграрные регионы, там одни. Нет, ну давай, это же, если мы берем конкретно вот эту силу, она имеет поддержку по всей территории, то есть имеет широкую географию, а это говорит о том, что не только аграрные регионы поддерживают. Есть просто желание у украинцев сейчас ориентироваться на новые политические проекты. Это, например, как в рейтингах по голосованию президента появляется Святослав Вакарчук, и он перекочевывает из рейтинга в рейтинг. Да, это поэм. Ну, на самом деле... Взаимосвязанная вещь или нет? Новое лицо. Хотя он не заявлял о своих президентских амбициях до сих пор. Там появляются не только Вакарчук, там появляются и другие шоу-бизнес-представители. Но это говорит о том, что действительно у украинцев есть некая усталость от того, что происходит. Это можно связать и с теми рейтингами, с которых вы начинали. Они просто перекладывают все свои проблемы на действующих политиков и хотят, знаете, вот эти политики сломались, принесите нам других. Вот такой момент есть. Второй момент. Все хотят какого-то экономического чуда. Вот Европа, допустим, очень свои надежды связывала с Макроном. Я думаю, что украинцы тоже хотели бы видеть нового украинского Макрона. Станет им, не знаю, там, Скотцик, Вакарчук или любое другое новое лицо. Это мы, конечно, посмотрим, но предпосылки к этому есть. Хорошо. В выплатах по внешним займам, да, я вернусь все-таки к этой теме, что вы предлагаете, жесткую экономию включить в правительство? Или что нужно делать в 2018 году? В первую очередь подготовить население к тому, что это действительно даже не маскировать. Это, знаете, не прятать куда-то в дальний угол, а вдруг не заметят. На самом деле к этому надо готовить. Понимать, что у нас выплаты, и этот год действительно будет тяжелым. Как, знаете, раньше была такая тенденция, нужно там затянуть пояса для того, чтобы. И вот когда говорят, что вы еще год или там два, три, сколько вот нужно будет, будете жить в состоянии жесткой экономии, для чего? Для того, чтобы решить вот эти вот эти задачи. У нас очень часто есть проблемы с неким информационным вакуумом. То есть какие-то проблемы, но если они замалчиваются, то пытаются, знаете, оттянуть максимально. Мне кажется, что здесь честный разговор с населением будет гораздо лучше. Давайте вспомним, как многие политики мирового масштаба в истории, чем, если они честнее общались со своими избирателями, со своими гражданами, тем больше это давало даже позитивного отклика. А если прятаться, прятаться от прессы, прятаться от неудобных разговоров, я думаю, что это будет вести только к негативу. Приватизация может решить частично? Приватизация как один из столпов, на котором основывается сейчас этот бюджет, потому что вы знаете, что когда готовят любой бюджет, нужно понимать расходную и доходную часть. И вот как раз доходное основывается на приватизации как раз того остатков того государства, этого имущества, которое остается, но не факт, что оно состоится. Потому что у нас есть прецеденты, как вот уже и в 2017, и в 2016 году, тут же там ОПЗ и другие, которые стали проблемными объектами. Насколько можно будет рассчитывать, что 2018 год принесет в копилку несколько удачных приватизаций, пока глобально говорить сложно. Но рассчитывать на это будут. То есть это можно говорить, что это тот же проблемный момент, который был в 2017 году. Заложили, но не смогли осуществить. Вот учитывая все эти факторы, я уверен, что в правительстве точно так же учитывают все эти факторы. Конечно, риски обязательно вносятся. Будут ли настойчиво продавать предприятия? Тот же Одесский припортовый завод, тот же Укротелеком пока его еще нужно до конца вернуть в государственную собственность, потом продавать. Облэнерго, там целая сеть Облэнерго, которые хотят тоже продать. Будут ли настойчивы в своем желании и фонд госимущества, ну и, соответственно, инициаторами, я так понимаю, все равно выступает правительство. Допустим, кому и за сколько продать? Потому что, когда мы говорим об эффективном собственнике, собственники могут быть эффективными собственниками, как государство, так и частный владелец, так же, как они могут быть оба неэффективными. Поэтому все зависит от того, по какой цене, потому что если это за бесцен, за даром, то это, конечно, не вариант, или там ниже интернечной себестоимости. Я думаю, что по факту будут работать в этом направлении, потому что глобально процесс приватизации готовится уже не одним к обминам, не только к обминам. А Гройсмана – это такая тенденция, заявленная была еще кабинами Юценюка, поэтому я думаю, что будут продолжать. Насколько они будут ее давить, додавливать, я думаю, все зависит от того, насколько будет позволять им политическая конъюнктура действовать более резко. Обычно классически резкие методы принимаются в начале каденции, то есть обычно на волне только популярности и готовности делать какие-то резкие реформы, телодвижения, а конец каденции, он уже обычно связывается с тем, что действует более плавно, для того, чтобы не дергать и не раздражать вот как раз группы. Да, электорат. Можно ли провести сейчас параллель между, например, заголосованием, параллель в голосовании за антикоррупционный суд и очередной транш МВФ? Для стабилизации, опять же, гривны и так далее. Давайте так, транш МВФ и антикоррупционный суд, например, это взаимосвязанные вещи или нет? Как они окажутся на частейших весов, я думаю, что если будет как раз в такой вот логике одно-другое, то тогда это торги или даже давление. То есть вы нам это, а мы вам то. В принципе, политика так всегда и построена, и всегда идет поиск как раз компромиссов. Мы вам говорим, мойте руки перед едой, вы научились мыть, молодцы, теперь еще вытирайте, мы вам даем еду. Да. Ну, глобально это есть, но на самом деле торги по антикоррупционному суду идут и будут идти. Вы видите, что многие внутренние процессы нашей политики связаны так или иначе с тем, что Запад либо говорит, что он недоволен в полной степени, как идут борьбы с коррупцией, и появляются или не появляются, или затягивается появление каких-то антикоррупционных органов, потому что вы видите, что многие новосозданные органы появлялись именно из-за того, что было действительно давление, переговорный процесс с западными партнерами. Потому что если бы без их участия, я думаю, что мы бы еще очень долго созревали на такие процессы. Поэтому торги будут, а дальше еще зависит от того, как будет вести себя президент, насколько он будет готов все-таки идти на уступки, потому что вы же видите, что он постарался... Президент нанес свой законопроект. Ну, вот он постарался как раз бить на опережение и вырвать, скажем так, вот у своих там политических оппонентов вот эту вот карту с антикоррупционным судом для того, чтобы, скажем так, если он не может ее совсем игнорировать, тогда он попытается, скажем так, подстроить максимально под себя. А теперь уже президента призывают, ну, например, Transparency International, да, говорит, нужно отозвать, доработать законопроект. И, например, там есть несколько позиций, по которым нужно доработать, как считают Transparency. Например, нужно западные организации глобально, да, чтобы, точнее, западные советы, которые будут состоять из представителей Запада, специалистов, чтобы они имели не совещательную функцию при принятии решения, да, при утверждении судей в антикоррупционный суд, а наоборот решающие, да, имели мнение. Потом, допустим, чтобы антикоррупционный суд работал не со всеми органами, кому будет последствия на то или иное дело, а это и ДБР, которое вот должно заработать, который год подряд, и НАБУ, и САП, и нацполиция в том числе, а только НАБУ и САП. Вот, соответственно, будет ли президент отзывать для доработки? Там вот этот вот совещательный, он рекомендационный характер имеет, то есть они дают свои рекомендации, и, соответственно, эти рекомендации можно так или иначе игнорировать. Вот, я думаю, что эти изменения, с одной стороны, дают больше влияния как раз на формирование западных партнеров, то есть они через, опять-таки, относительно независимых фигурантов будут стараться все равно держать баланс сил. В следующий момент, насколько пойдет на это президент и будет готов отдавать вот эту вот решающую составляющую, да, вот этот вот пирог на чаши весов, который может играть. Я думаю, что Петр Алексеевич поборется за то, чтобы все-таки в том виде, как он это видит, и его команда, все-таки законопроект максимально не меняли до неузнаваемости. Но пока и Венецианская комиссия, уже же это не первый законопроект, который просят доработать, они все имеют свою какую-то хромающую часть. Вот если она будет найдена компромисс, да, как ее замаскировать или подвинуть хотя бы так, чтобы она не бросалась в глаза. Очень короткий вопрос, мы с этого начали, с того, ощущают ли себя украинцы более счастливыми. Антикоррупционный суд глобально сделает ли украинцев более счастливыми в 2018 году? Недавно был как раз вопрос, мы с них тоже начинали, молодежи спрашивали, что вам дает ощущение счастья или что вам тоже тревожит. И они говорили, что как раз коррупция является таким маркером, который пульсирует в висках и не дает спокойно работать. Я думаю, что все, что будет связано с борьбой с коррупцией, так или иначе будет идти во благо государства, будет его очищать. Лишь бы только идея не была испохаблена в реализации своей, потому что иногда благими намерениями дорога услана немного не туда. Но глобально, я думаю, что это как раз тот вектор, та траектория, по которому надо двигаться к государству и надо в борьбу с коррупцией все-таки продолжать и осуществлять однозначно. Ну а я напомню общий постулат, такой известный, общеизвестный, что ожидание счастья лучше самого счастья. Это тоже. Большое спасибо вам за эту беседу. Я напомню, что гость и программа «Лицом к лицу» была политолог, кандидат философских наук Александра Решмидилова. Меня зовут Сергей Чернышев, это UATV. Не переключайтесь.